В игре тонна всякого оружия. Все неплохо знают мету, знают оружие, от которого умирают в пвп, знают про пушки, которые вас просят взять на рейде или других активностях, но где-то там, глубоко в коллекциях игроков, есть еще немало уникальных экзотиков, которые или забыты со временем или не востребованы по другим причинам. А ведь баланс в игре меняется от сезона к сезону и зачастую за всем не уследишь, так что в этом видео я расскажу тебе о нескольких пушках, которые не популярны у игроков сейчас, но очень напрасно. Некоторые очень крутые, но не используются из-за того, что занимают экзот слот, а про некоторые ты просто как-то забыл, так что давай напомню. Северное сияние. Готов поспорить, что некоторые из вас и вовсе вот забыли как раз об этой снайперской винтовке, главной особенностью которой является способность менять типы элементального урона прямо на ходу и кстати делать это очень быстро. Режим переключения энергии поправили в начале этого сезона вот совсем недавно, сделав снайпу благодаря этой маленькой детали играбельной. Теперь не нужно ждать долгую анимацию перезарядки магазина винтовки, ваш страж почти моментально сменит тип урона, что довольно важно в сложных активностях. Уникальный перк винтовки ионный возврат мало того, что вернет одну пулю в магазин при пробитии вражеского щита, так еще и увеличит урон для всех остальных выстрелов из этого магазина на целых 40%. Не слабо так, правда? Притом баф держится и при смене оружия до вашей либо смерти, либо что логично до перезарядки. Добавим сюда факт того, что в текущем сезоне у нас из артефакта доступен мод на антибарьерные патроны в снайперских винтовках и вот северное сияние идеально подходит для сложных активностей, которые включают в себя чемпионов и мод на сопоставление урону. На прохождении сумрачного налета побоище или мастер затерянных секторов, мастер охоты, эта снайпа внезапно подходит, особенно в соло или в активностях с блокировкой снаряжения, когда вам нужно уместить как можно больше разных типов урона в один билд. Получить этот экзот сейчас сможет абсолютно любой игрок без дополнения. Северное сияние падает в виде случайного дропа, из экзотических анграм может быть также куплена у Зура. Геккель Бери. Кинетический пистолет-пулемет от неподражаемой техмеханики. Красивый корпус и эффектная анимация перезарядки это не все за что ты можешь полюбить эту ппшку. Перк БК за рога значительно увеличивает скорострельность, а каждое убийство также перезаряжает половину магазина. Это если без катализатора с катализатором, вообще полная перезарядка за каждый килл. Также на Геккель Бери установлен перк полоса удач, но не простой. Эээ, ну да, золотой в каком-то смысле. Прикол в том, что пару сезонов назад, если я не путаю, Банжи ослабила перки на урон, чтобы немного смочь в баланс. Так вот, тогда полоса удач как один из лучших перков на урон был занерфан в два раза с 66% увеличения урона на трех стаках до 33% к урону. Такой же бонус остается на полосе удач для всего легендарного оружия и по сей день. Но на Геккель Бери этот перк остался со старыми значениями, а это значит, что при накопленных трех стаках бафа, вы получите все те же плюс 66% к урону. И именно возможность не перезаряжать ппшку долгое время и массивный баф к урону и делает Геккель Бери отличным оружием для чистки мелких мобов, да и некоторых сильных противников. Идеально это подойдет для уничтожения волн врагов на активностях вроде поля сражений или в гамбите, но тут уж как вам будет лучше распоряжаться экзот слотом. Маленький момент. В этом сезоне случился небольшой баг и перк полоса удач при активации не отображается в левом нижнем углу, как должен бы. Но однако он работает, просто это можно понять по освещению пушки, да и по цифрам урона. Получить Геккель Бери можно сейчас так же как и Северное Сияние и большинство других экзотов из этого видео, либо выпадением случайной награды в любых активностях, или из экзотических анграм Узура. Следующий экзот Солнечный выстрел. Уж как часто я на стримах слышу вопросы о том, почему же я с ним играю. Да потому что это мой... это потрясающий экзот, вот серьезно, в моем личном топ 3 он точно будет. Играю я с ним очень много. Револьвер как ПВЕ пушка просто отличный. В основном конечно все благодаря его перку Солнечный Ожог, который при убийстве взрывает соперников с огромной силой. При этом их совсем не обязательно убивать в голову, а кроме того взрывы иногда могут просто идти бесконечно долго по цепочке от одного противника до другого, пока не уничтожат все живое в комнате. Короче, у меня реально такой детский восторг от больших взрывов при игре с этим оружием. Отдельно хотелось бы отметить еще пару важных моментов. Во-первых, это единственный в игре 150-ый револьвер со скорострельностью 150 выстрелов в минуту. Во-вторых, если вы, как и я, любите билды на сферы Распутина. Кстати, я так понял по количеству лайков, что вам все же не нужны видео про моды, да? Или как там? Голосуйте лайком под видео. Ну так вот. Короче. Гнев Распутина. В одну шмотку, глобальный охват. В другую. И погнали. Просто ядерная смесь, выжигающая огнем все живое. Буквально. Плюс, в этом сезоне у нас опять же есть мод на патроны против неудержимых воителей для револьвера. Что опять же дает возможность использовать его в сложных активностях с чемпионами. Получить этот револьвер можно? Да. Ровно так же, как и предыдущая. Рандомно? Либо ловите его у Зура. Злые силы. Да. Я неоднократно слышал об этой импульсной винтовке и о том, что она могла бы быть актуальна для игры на текущий момент. Но сам все как-то особо не верил. Пульса вышла давно и вроде по перкам сразу была интересной. Но вот на практике любви у стражей не снискала. И вот как и большинство игроков, я закинул ее в коллекцию и не доставал. А походу зря. По сути, тут есть один перк, который делает вообще все, чего мы только можем хотеть. По описанию даже может показаться, что это какой-то имбаланс. Убийство из этого оружия перезаряжает магазин, увеличивает урон на короткое время и восстанавливает энергию суперспособности в зависимости от силы вереницы проклятий. Стреляет в полностью автоматическом режиме. Нормально так. Ульту копит, урон увеличивает, перезаряжается, да еще и стреляет автоматически. Еще бы сюда какую-нибудь автонаводку пуль на врага. И все. Вполне в духе Destiny пушка, да? Ну че? Баф к урону может накапливаться до 5 раз, увеличивая этот самый урон на 100%. Ну, очень мощно. Разве нет? Плюс опять же, патроны против неудержимых воителей для импульсных винтовок есть в этом сезоне. Опять попадание, опять можно брать в хардкорной активности, но не может же быть все так сладко, да? Должен же быть какой-то подвох, правильно? Ну, технически он есть. Базовый урон у винтовки довольно низок. И по сути, пригодится пульсам может только на пассивных ролях или вроде того. То есть там, где вам не нужна большая огневая мощь, а нужна быстрая чистка треша, быстрое восстановление вашего супера. И уже с помощью этого супера вы можете там валивать по мощным врагам. Так или иначе, стоит попробовать поиграть с ней в какие-нибудь сезонные активности, например, и тогда уже понять, как оно вам. Эту винтовку получить сейчас можно в экзотическом киоске в башне. За один экзотический шифр от Зура, 125 тысяч блеска, 200 планетарных материалов и один высший осколок. И это все экзоты, которые я хотел бы упомянуть сегодня. Интересно, что вы скажете? Используете ли вы какую-то из названных пушек? Или может мне удалось заинтересовать вас каким-то экзотом? Пишите в комментариях, а я пока прощаюсь. До встречи в следующих видео.